На сайте областной прокуратуры Харьковской области написали о том, что объявили о подозрении полицейскому. И в соответствии с этим ему должна быть избрана мера пресечения. Висит камера. Мы в Триалан подавали заявку. Получается, Триалан говорит, она не работает, это не наша. Сейчас пытаемся, получается, там Кожедуба, университет, ХУПС. Сейчас пытаемся как-то выйти, может, это камера их. Может, как-то, может, удастся с ними выйти на связь, узнать их или не их. Но именно с того перекрестка все, вот, резко в 3.43 все перестали работать. То сбой с системой, то она не работает, то там, не знаю, мушка какая-то пролетела, закрыла, и все. В чем там было чеплено? Я уже прояснил. Уточнить не могут? Что самое отбудло? Выяснили все-таки, что было с этой девушкой-патрульной? Кто на нее нападал? Так, сяснили. Чи внесены невидимости в ЕРДР с приводу нападу на патрульную? Слыша, как, ну, запрос о помощи, как он звучит, а это звучало так, скорее, быстрее кто-нибудь помогите, ну, пытаться созвониться, выяснить там, алло, а что происходит, ну, за это время может случиться непоправимое страшное. К сожалению, произошла трагедия, но это горе, безусловно, но у нас не было умысла такого сделать. Ехали по пустой дороге, я же вижу, кто едет, можно же было затормозить. Вы попробовали? Да, я нажал на педаль тормоза, но ничего не произошло. Искреннее соболезнование родителям погибших и друзьям больше ничего добавить не могу. Это уже будет решать суд и следствие. Вы раскаиваетесь в том, что случилось? Что сделали? Делал что? Ехал. То, что я ездил на вызов, я был на вызов, на зеленый свет. Вы считаете, что вы инициировали ДТП? Нет, потому что я ехал на зеленый свет. По поводу всех заявлений, вот этих там фейсбучных, контактных там экспертов, которые там рассчитали, что скорость Приуса 130. У Приуса после столкновения сработали подушки безопасности, да, были разрушения, но ни одно стекло в салоне автомобиля выбито не было. Если бы они ехали со 130, мы бы с ним сейчас не разговаривали. Они и так травмированы с мамотюком. Пошел в патрульную, он всегда осуждал нарушение закона. Он насколько принципиальный. Люди, которые его не знают, осудили его в службах массовой информации. Сын мажора, прокурорский сынок, мама в министерстве. Я простая медсестра, работаю в бюджетной организации. Папа, бывший бизнесмен, он просто тренер. Сашка, какой мажорчик? Он учился на дневном жил вообще жить. Лопота не прикрываю відділу процессуального керівництва, управління процессуального керівництва, кримінальне впровадження прокуратури Харківської області Сорока. Задовольнити. Застосувати щодо підозрювання матька Олександра Васильовича 14.1.1994 року народження. Запобіжний захід у гляді отримання під вартою сроком на 60 діб, тобто до 10 вересня 2016 року включено. Підозрюваний молода особа, неодружена, яка має нестійкі соціальні зв'язки, тобто його, можна сказати, у Харкові нічого не тримає, він не харків'янин, він може втекти. Те, що він є працівником правоохоронного органу і має юридичну освіту, тобто має змогу і навики для того, щоб негативно впливати на хід розслідування. Підозрюваний і батько підозрюваного не приховують того, що вони спілкувалися одразу після ДТП з фігурантом справи. Це вже можна розглядати як спробу тиску на свідків і на фігурантів провадження. Тому оці усі ризики вкупі, вони і призвели до такого результату. Прокуратура Харківської області, звісно, задоволена таким рішенням. Ми вважаємо, що ризики усі були зазначені досить реальні. І суддість йшов до законного висновку.